Звездного времени суток вам, граждане! Добро пожаловать на наш сорок восьмой выпуск! Крайний выпуск ShipShape был посвящен новому кораблю под названием The Mercury Star Runner. Поэтому, если вы хотите получать свежие новости и слухи по Star Citizen, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить наш очередной выпуск. Итак, буквально до днях Циги представили нам новый концепт корабля. Функциональный, быстрый и асимметричный Mercury Star Runner. Многие уже успели сравнить его с Тысячелетним Соколом из Звездных Войн. Этот корабль будет ответом на вопрос, как вы сможете доставить из точки А в точку Б груз или данные как можно быстрее. Star Runner в первую очередь сборщик данных, но у него также есть место под груз, и это делает корабль гибким. Основная его задача, это возможность собирать, перевозить и шифровать данные, используя для этого сканер. В корабле предусмотрен отсек для сканирования. Комната справа от основного коридора корабля. Также имеется множество компьютеров и хранилищ данных. Это намного больше, чем у Геральда. Все логично. Так как корабль больше, автономность корабля больше, соответственно можно собрать больше данных и сохранить их в большем хранилище. Разработчики хотели создать асимметричный корабль. В пример они взяли все тот же Тысячелетний Сокол. У них был Старлифтер и нужно было сделать похожим Стар Раннер на него. Разработчики взяли некоторые детали и приступили к созданию концепта. Говоря об асимметрии, потребовалось много времени, чтобы прийти к такому внешнему виду. При создании концепта корабля, от стеги столкнулись с проблемой расположения двигателей, так как корабль асимметричный. Предыдущие концепты корабля имели такую проблему, и разработчики проводили массу исследований. Как оставить форму корабля асимметричной, но расположить двигатели симметрично. Старлифтер более плавный в своих формах, Стар Раннер более угловат. Интерьер также отличается легкой асимметричностью. В зоне отдыха есть стол с шахматной доской. Под ней есть кнопка при нажатии на которую, стол опускается и появляется доступ в отсек вентиляции. По сути, враг знал где вы, но придя в зону отдыха, он вас не обнаруживает. Также это открывает возможность для новых боевых тактик. Разработчики привели в пример любимую американскими детьми игру Ударь Корота. На корабле в районе грузового отсека имеются две управляемые турели второго размера. Так что, если на вас нападут сверху или снизу, вы прикрыты. Также у турелей есть возможность вращения на 360 градусов. Кабина полностью стеклянная. Под кабиной расположились две пушки второго размера, которые будут видны изнутри. ЦИГи посчитали, что будет круто видеть, как работает наше оружие. В целом, это вся интересная информация из шип-шейпа, о которой мы хотели вам рассказать. Напоминаем, в нашу организацию открыт набор граждан. Поэтому, если у вас есть желание присоединиться к нашей организации, мы готовы обсудить с вами детали. Не важно, какой у вас корабль. Главное, ваше желание и адекватность. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если эта информация вам была интересна или полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важные новости в мире Star Citizen. Не забывайте о нашей акции, на которой 31.08.2018 года в 21.00 плюс 3 по Гринвичу мы разыграем апгрейд до Avenger Titan Renegade. Также, арестрируйтесь по реферальному коду, который под видео и получите 5000 внутриигровой валюты.